Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и все те, кто случайно зашел на мой видеоканал. Я вас приветствую из солнечной Аризоны. Два дня назад я вернулась из штата Небраска, из города Омахи, куда я ездила навестить своих детей и внуков. И вы знаете, я сделала очень интересное видео. Я не знаю, как вам будет интересно смотреть, но я пересмотрела, и мне даже самой интересно, очень много того, что можно подчеркнуть, как организовать не просто продажу своей продукции на ферме, а как завлечь туда покупателя, как привлечь семьи вместе с детьми, чтобы всем было интересно приехать, посмотреть эту ферму, собрать своими руками, что-то купить, осмотреться вокруг. Там есть и сено, там есть и животные, которые выращивают на ферме, там есть и такие специальные стенды, где очень интересно, очень кратко, красочно написано вот именно для детей, чтобы они смогли прочитать и узнать о пчелах, что такое пчелы, что они делают, как они живут, о других животных, сфотографироваться там возле этих стендов. Ну, то есть, очень много сделано для детей, чтобы детям было интересно. То есть, если пофантазировать хорошо, можно не только привлечь людей для того, чтобы они покупали свежие овощи и фрукты, но и для того, чтобы сделать какие-то деньги на том, что дети придут вместе с родителями и проведут время там. То есть, я получила большое удовольствие, несмотря на то, что я уже взрослый человек, но я так вот подумала, а как давно все-таки я была, как это давно было, когда я ездила в деревню, когда я видела, как живут на селе, как они выращивают коров, там, барашек, курочек. Ну, все это как-то давно осталось в моем далеком детстве и юности. И опять я получила очень большое удовольствие, будучи на ферме, вот на такой ферме вместе со своими внуками. Я точно так же радовалась, как будто бы я это все вижу первый раз. И еще хочу сказать, что мне очень нравится, что дети имеют такую возможность ездить на разные фермы и видеть, как растет яблочко, как растет помидорчик, огурчик, как растут курочки, как что, в общем, все-все-все, как это происходит на земле. И мои дети очень часто ездят на разные фермы, особенно когда вот сезон, на разные, на разные фермы. И мои внуки знают, что такое жизнь на земле. К сожалению, немногие это знают, потому что не везде есть фермы вокруг, там, где живут люди, и немногие выращивают что-то на своих приусадебных участках. Так вот, мои внуки имеют такую возможность опять, и я очень рада. Делюсь своим видео, то, что я увидела, понравится вам или нет. Ну, не судите меня строго, я снимала и сняла, как я это смогла сделать. А сейчас я с вами прощаюсь, вам приятного просмотра, и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok Вот такие вы жирненькие Жирненькие Wy да Вы какие жирненькие Жарко Жарко Вон как дышит, жарко Скажем они жирненькие У нас шерсти вон сколько много Сено вот это им можно давать. Беби као. Алимой? Да. Алимоги. 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 Алимоги огромное. Алимоги. Алимоги. Алимоги share. Алимоги. Алимоги. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok огурчики или что там еще можно уже сразу купить и уехать но вот они так развлекают детишек как который приходит на ферму чтобы они знали как растет как растут все вече то был с как растут коровы как растут парашки вот дети знакомятся как это жить на земле вот это неюбор Субтитры сделал DimaTorzok Это бычок Это не коровка, это бычок маленький Эй, бычок Мухи, мухи их едят здесь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Люди приезжают, здесь даже парковаться негде. Сейчас обеденное время и очень много людей приезжает. Купить свежие овощи, фрукты. Вот рабочие, которые работают здесь. Давайте смотреть. Арбузы. Вот такие вот арбузики. Ну, хорошие. Это другой сорт. Холончики, арбузики. Это расписание этого поезда, на котором детей катают. И один доллар стоит прокатиться. Видите, в тенечке есть столики, лавочки посидеть. Так, авокадо, чеснок, красный лук. Красный лук стоит... Доллар пятьдесят. Соль стручковый, помидорчики. Четыре доллара за один паунд. Мёд. Дети любят вот такой вот брать. Разгрызают верхушку и высасывают мед из этой трубочки. Такие бантики они здесь тоже делают. А это corn activity packet. Там карты, которые показывают, как растёт corn, как его сажают. Мерчики. Тоже здесь их fresh, fresh make berry. А там из ягод сделаны браги. Ну, армеладка. Разные соусы, я вижу, джемы. Даже масло подсолнечное. Ооо, здесь в Америке часто не встретишь, по-моему, что подсолнечное масло. Вот одна бутылочка стоит маленькая. Десять долларов семьдесят пять центов. Конечно, американский флаг. Вот здесь вот написано, что они сегодня продают. Вот по какой цене. Фексики тоже есть. Сливы. Персики. Черешня. Ивничка. Глубые. Через какие помидоры. Картошка. Картошка. Картошка жёлтая, красная. Написано, что сольная камера. Это свежая. Тоже зелёные помидоры. Вот это ям. Это сладкий картофель. Один паунг. То есть полтора грамма. Двух пятьдесят. – Обязательно. – Даже у них заморозка здесь вот есть. Вот. Мороженный. Чеснок, сыры. Салсу они делают свою. Даже йогурт они делают. Конечно, куда же деться без кукурузы, но не столько колейских кукурузов. Выбирайте, как хотите. Вот они, местные производители мёда. Сезонные разные, с добавлением. Симберные цимономы, какие-то новые толпаны, то есть, мёд, которые здесь добавлены с шоколадами, мёд, какие-то макки. То есть, всё вот, ну, мёд, просто не добавлено ничего туда. Прошарючики. Сенечки. Интересно, что так сделано, чтобы здесь интересно было посмотреть, почитать, что тут написано, сделать фотографию на память. Тферия, где люди могут посидеть, тут же прям покушать, на арбузики кушают, с собой что-то поменять. Вот все это велосипеды, здесь все это, я не знаю, бесплатно выдают или за это что-то наплати, скорее всего, то, что ты заплатил при входе, то и все. Дети здесь развлекаются. Вот столько детей здесь. Делаюсь здесь. Ух ты, они стелят сверху что-то. Это как... День 3 Субтитры сделал DimaTorzok 2 Маленькие буточки 3 Смотри, какой огурчик, тоже большой, а вот этот еще неспелый, маленький, худенький. Не так много их, а вот маленький совсем, смотри, какой маленький. Да? Угу. Все. Я на ферме. Окей. That's fine, that's it. Не сейчас нет. Не, 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 come here. Мам, green beans хочешь? Нет. Нет? Нет. Я не очень люблю. Они какие-то другие совсем, длинные. Да? Вот эти вот. Вот, которые вчера солодел. А, ну да, ну да. Давай, давай соберем. Они такие тонкие внутри, они не такие прям, смотри. Они очень, они тонкие, они не такие прям. Ну давай. Я сорву. У меня есть много дома, но я еще сорву. Прям по земле стелется столько, много такой урожай. Красота какая. Этих много. Смотри, мам, это белл пеппер. Такой белл пеппер. Который я не очень люблю. Ты такой не очень любишь? Я только наш люблю, которого очень мало. Да. Редко можно найти в Америке. Ну вот как этот я вот сорваю. Вот смотри, сколько много семей. Хочешь баклажанов? Мари, белые есть баклажаны? Это баклажаны белые? Это баклажаны белые и такие. А что это за сорт интересный? Угу. Белые баклажаны. Интересно. Хочешь пару баклажанов возьмем или нет? Белые? Нет. И такие? Нет, такие давай с удовольствием. Сделаем роговочные. Вот. Давай, ты мне скажи такие. Смотри, большие здесь вот совсем уже. Вот, кстати, хорошие. И вот этот, смотри, уже большой. Два хватит? Давай еще парочку. А вот маленький не хочешь взять? Маленький, мы тебя рождем. Угу. А его надо поднимать. Мам. Маленькие помидоточки. Маленькие помидоточки. Идем к мерить? Тысяча измерить? А здесь большие. Слушай, давай зеленых тоже возьмем. Они такие вкусные, когда их засолишь. Ну давай. А, беби. Давай иди сюда. Ага. Идем вот сюда. Ага. Идем вот сюда. У меня большой зеленый? Да. Покажи мне. О, мой бог. Это так большой. Спасибо. О, мой бог. Упс. Хватит. Наверное, будем нахватить на сегодня. В общем, это все помидоры. Маленькие. Какая прелесть. Какая прелесть. Если бы я здесь жила, я бы каждый день сюда приезжала и покупала бы. Ой, какая прелесть. Все свежее. Ну да, это займет много времени, к сожалению. Вот, смотри, что баклажаны здесь много. Баклажанчики. Цветут еще даже. Маленькие еще. Хорош, что ты мне помогаешь. Ну вот, моя внучка говорит, что давай, бабушка, я тебе помогу. Все, я уже готова. Жарко. Для меня здесь непривычно. Воздух очень влажный. Очень прям все с меня стекает. Внучка забрала у меня сетку, пакет с помидорами и говорит, давай, тебе уже тяжело, я тебе помогу. Мне уже тяжело. Ой, красота какая. Жалко, что очень жарко. Я же говорю, если бы я здесь жила, я бы сюда, как сезон, бы приезжала один раз в неделю. На всем свежем. Небо какое красивое небо. Как всегда, я смотрю на небо. Оценки красивые такие. Все, мы покупаем ларбузы и уже уходим. Ну что, попробуем по-таджипски, по-таджипски выбрать, как они звучат. Вот этот вроде звучит хорошо. О, вот это называется. Здесь, вот этот вот, хорошо. тоже возьмем. Тоже возьмем. Тоже возьмем. Тоже возьмем. Дуни душистые. Душистые, придушистые. Дуни припитые, мы сейчас возьмем тоже. Все. Пью. И здесь они делают вот клубника со льдом. Ммм. 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 Хлодненько. Кисленькое, сладкое. Все вместе. Ммм. 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 «Ммм». Так что сегодня у нас будет ужин со свежими фермерскими продуктами. Но я вот сейчас покажу, что у меня дочка тоже кое-что выращивает. вот здесь у нее тоже помидорчики маленькие помидорчики это у нее бейзил и райхон, реган и бейзил здесь у нее лаванда засыхает, лучок немножко, цветочки это мята вот тоже огурчики, один огурчик висит красавчик вот такие вот дела вот такой у них ведь здесь ой, ты взял лаванда это белый цвет это белый цвет синенькие цветочки собрал это белый цвет ой, это красиво, спасибо 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 멋